Расскажите о парнях в малиновых пиджаках. Благодаря им вы стали богатыми или нет? Давайте определимся с понятиями богатства. Что в вашем понятии богатство? Если это только деньги, то для меня нет. Для меня богатство это жизненный опыт, это знание, это связи, это возможности и, скажем, некая неуёмная энергия, которая позволяет тебе в любых обстоятельствах жизненных, в которых мы иногда находимся, кризисы 90-е и так далее, позволяет тебе быть на гребне и всегда выходить сухим из воды. Вот это я называю богатый человек. А есть люди просто с деньгами, вот это уже немножко другая история. Так вот, если говорить о том, конечно же, люди в малиновых пиджаках в 90-е годы, сразу могу сказать, были моими друзьями. И это не просто так. Как так получилось? Ну, как девочка приехала? Ну, как у неё могут быть друзьям или на выборе? Их все боялись, прятались. А я вот не боялась. Видишь, у меня тут смелая написано. Вот. Я не боялась, я с детства бесстрашная и опять мы идём корнями в детство. Когда мы в возрослой жизни что-то совершаем, это всегда вытекает из того, где ты создавал этот фундамент. Я, представь себе, родилась на Дальнем Востоке, суровый край. Люди, море, холодное море, холодная зима. Я родилась в семье военных в военном городке, где есть определённые правила. Мой папа достаточно был строгим мужчиной и я многим обязана своему отцу. Потому что мой отец научил меня читать книги. Отец научил меня отстаивать свою позицию, защищать себя. Отец многому меня научил. Мама научила женским вещам, которые каждая женщина должна уметь делать. Готовить, держать дом в красоте и красиво одеваться. Вот это вот от мамы. Так вот, если говорить про пацанов, так вот во дворе были бандюки пацаны. Всегда в каждом дворе есть такие пацаны. Так вот это были лепшие мои друзья. Я была в школе отличница и мою маму вызывали в школу, я так помню, вызывают в школу маму. И говорят, Валентина Ивановна, ну ваша дочь общается вот с мальчиками, которые на учете в милиции. Она говорит, и она общается с мальчиками на учете в милиции. Она говорит, мама, она плохо учиться стала? Нет. У нее плохое поведение? Нет. А какой вопрос? Ну вы что, не понимаете? Она говорит, не понимаю. А как мальчиков зовут? Она там называет именно, так это наши друзья. Они приходят, корейте домой и как бы это прекрасные мальчики. Вот я маме благодарна за то, что она не пошла на поводу общественного мнения. Она воспринимает людей как людей, а не то, что на них навешивают. Поэтому мое отношение к людям такое, поэтому с детства. И поэтому в малиновых пиджаках пацаны, это недолюбленные пацаны в детстве, те, которые были у меня во дворе. Понимаешь? А можно подытожить так, чтобы вы просто поняли, что через них открыт путь? Нет. Кстати, я вообще никогда не рассматриваю так. Мне просто с человеком либо хорошо, либо с ним некомфортно. Если мне человеком хорошо, у меня возникает внутреннее желание, чтобы этому человеку стало еще лучше. Ну как с бандитами может быть хорошо? Ой, они классные. Да ну чем они классные? Ну, во-первых, они бандиты для кого-то. С кем они, допустим, соприкоснулись какой-то там, не знаю. Со мной всегда было так. Марго, за тебя порву любого. И у меня не было с этими мужчинами никаких там, скажем, сексуальных отношений. Это просто была дружба, это было просто принятие этого человека, такое, какой он есть. Самый дурацкий или самый смешной разговор в первые секунды после секса в вашей жизни? Блин, ничего себе. Был какой-то классный такой случай? Ну подумайте. Я была на музыкальном фестивале и познакомилась вообще мы ночью после там диска, ну, ночью с подругами познакомились на мероприятии с мужчинами. А у меня была такая идея фиг встретить рассвет где-нибудь на крыше. А я узнала, что они из Киева. Я говорю, слушайте, ребята, давайте встретим там на крыше. Вот помню, они говорят, поехали к нам у нас в отеле, там на крыше у нас там типа пентхаус. Мы поехали туда. И вот мы как бы, я помню, что это было настолько все, как-то знаешь, вот есть момент, когда все это очень легко. Но когда ты, а уже утро, ну как бы бы рассвет встретили там, да, и я понимаю, что вот я не хочу дальше никаких продолжений. И пока мужчин отсутствовал, я быстро отделалась. Обычно наоборот. И сбежала. Мужчины сбегают. Да, вот так вот. Ну, в моем случае это было. Я как золушка, как бы убежала. А самое интересное, что через несколько лет мы встретились в одной компании. Я, конечно, сделала вид, что я ничего не помню. Ну, понятно. Это самая легкая форма. Вот. Так что был, был такой эпизод в моей жизни, когда, ну, практически вот это, то, что ты говоришь, после секса его уже не было. То есть я в это время сбежала. Всегда отвечали за свои слова? Всегда. А бандиты те, которые были тогда и сейчас, отличаются? Те, которые были тогда, они сейчас многие политики, хорошие бизнесмены. За слова уже не отвечают? В живых. Нет, отвечают. Отвечают? Отвечают. Дело в том, что люди, которые, есть определенные принципы в жизни, вот по понятиям, да, условно говоря, эти люди всегда привыкли отвечать за свои слова. Есть, конечно, которые, а-ля по понятиям, начинают и заканчивают все обманом. И такие люди случаются. Вот. Поэтому, ну, не всегда все гладко, да. Есть люди, которым ты доверяла, а они твое доверие использовали. И это такой жизненный урок, который я тоже проходила. А вы одолжили деньги у бандитов? У бандитов нет. А брали? Ну, они же явно предлагали. Брали, если как, ну, вот, допустим... Ну, на ресторан и бизнес. В 90-е годы, да, в 90-е годы бандитские группировки стали умнее, стали вкладывать деньги в рестораны. То есть, с базаров они ушли. Вначале лежали базары. То есть, они сейчас теперь цивилизованные, они такие при галстуках и так далее. Некоторые стали депутатами из них, я некоторых знаю. Вот. А другие пошли более, они начали развиваться, начали учиться. Пошли в ресторанный бизнес, потом там отельный бизнес, потом еще какой-то бизнес. Аграрная сейчас тема, пошла аграрная тема, да. А был случай, когда бандиты вложили в ваш ресторан деньги, не конкретно в конкретном ваш, там, ваш с кем-то. Ну, потом их там убили, понятно, по каким-то причинам. И деньги остались в этом бизнесе. Как много, много у нас в стране так передалось. У меня такого опыта не было. Но был опыт у моей подруги Виолы Ким, когда бандиты вложили деньги, потом у них это все отжали. И их, как бы, выкинули. У них такая история была. Их вот ресторанный опыт именно с этого и начался. Отжали кого? Подругу? Или отжали бандитов? Нет. Бандиты пришли, забрали ресторан, который они построили. Нет-нет, я имею в виду, была ли история, когда бандиты, которые там стояли в то время хорошо. Убивали людей? Нет. Вложили деньги в ресторан. Потом этих бандитов убили, и ресторан остался вам. О господи. Такого много в стране у нас было. Я не знаю. В моем окружении такого не было. Прямо, чтобы человек вложил, его убили. Это больше связано было не с ресторанным бизнесом, а с нефтяными. Ресторанный бизнес – это не бизнес, который убивают. Нет, конечно, не вкладывали только в ресторан. Может, они в нефть вложили, их там убили. А ресторан остался? Ну, таких людей, конечно, я знала, которых не нашли. А при вас убивали людей? При мне нет. При мне избивали людей. Вот это было однажды. Жестоко? Это ужас. Какие чувства у вас были? Ну, у меня был ужас просто. Что я могу сказать? Я, во-первых, сейчас расскажу даже эту историю. Это, кстати, связано было с подрядом на ресторан. У нас была компания, которая делала нам столярку. И у нас был как бы запланирован открытие ресторана, и они должны были по срокам сдать там окна в такие необычные, если вы в Пантегриль зайдете, там такие необычные окна. Вот это вот столярка. И, значит, они говорят, он будет готова через неделю. Через неделю я звоню, он говорит, да, мы не успели, будет готова через две недели. Я говорю, как? Это в каком году? Ну, это был 92-й год. Ну, это как раз вот самый рассвет, так сказать. И я говорю, как не будет? А у меня, ну, я понимаю, что у нас там все под эту дату подвинено. А если пацаны сказали, что надо открыться тогда, значит, надо открыться тогда. Я говорю, подождите, вы так не шутите, потому что две недели нет, вы договаривались. Ну, короче, они такие, типа, девочка, иди гуляй. Ну, девочка ж не пойдет гулять. Я звоню в службу безопасности. Я говорю, ребята, слышите, ну, как бы нас тут подводят. Они говорят, кто подводит? Я говорю, ну, вот это компания. Ты знаешь, где они находятся? Я говорю, ну, да, знаю. Еще помню, в Вишневом. Короче, они говорят, поехали. Приезжает джип, что джипы такие, помнишь, будут черные такие? Нет, джип Гранд Чироке. Гранд Чироке. Да. Садимся, ну, три пацана в машине, я, значит, показываю, куда ехать. Я говорю, ну, вот туда-то, туда-то. Короче, едем, смотрю, туда-то. Я, кстати, сейчас когда проезжаю, там иногда вспоминаю эту историю. Вот. Ну, а вы когда ехали, вы понимали, что этим людям будет плохо сейчас? Ну, я, ну, как я думала, поговорят просто с людьми, напугают их там разговорами. Ну, то есть я себе представляю, что достаточно было им троим зайти, знаешь, чтобы там уже было уписица реально. Вот. И мы подъезжаем воротом, там столярка, там что-то, люди что-то делают, какая-то движуха. И мы заходим в этот цех, и там, типа, столик такой сидит вот этот вот, этот их главный там, этот человек, директор этой компании, с которым я вела переговоры. Значит, ну, эти ребята идут, говорят, где этот? Я говорю, вон он, вон он сидит, значит. Они идут на него, он встает, и ему вообще просто без слов. Бабах! И он такой летит, как в кино, знаешь, вот так вот. Его ловит второй, перебрасывает третий. Короче, это такой пинг-понг. Боже, эти все побросали, испугались, стоят, смотрят. Я вообще, у меня просто, я не помню этот ужас, который я пережила. У меня даже вот ком в горле стал, даже крикнуть не смогла. Это произошло так быстро, то есть его три раза шматанули. Он, естественно, у него там кровяка из носа, он сидит там на этом полу, и ему сверху этот товарищ, который первый нанес удар. По-моему, его даже Виктор звали, я так помню этого парня. Он говорит, значит так, Марго, когда тебе надо? Я такая стою. Я говорю, ну, хотя бы через три дня. Понял, через три дня, чтобы окна стояли в ресторане. Разворачиваются и уходят. Я еду в машине, меня вот так колбасит. Что ты думаешь, через три дня были окна? Ну, это само собой. Так теперь, внимание, хочешь продолжение истории? Мы когда сделали первый зал, потом мы начали второй зал делать. Ну, понятно, нам такие же окна нужны в том зале. Я понимаю, что эти люди откажутся. Ну, они скажут, идите в пень. Ну, а понятно, что у них все чертежи, у них уже все наработки, все шаблоны. Думаю, ну, на всякий случай позвоню. Я звоню, говорю, слушайте, мы сейчас второй зал делаем, нам еще надо сделать там пять окон. Я говорю, сделаете? Он говорит, да, конечно, Маргарита, сделаем, когда вам надо. Я такая, на всякий случай, раз там, думаю, неделю прибавлю. Говорю, мне вот нужно вот такой-то срок. Они мне за неделю раньше сдали. А в те времена вы теряли голову от такой славы? Конечно. Ну, конечно, все мы проходим это горнило, медные трубы. И, конечно же, у меня был период такого ощущения, что, ну, незаменимых, вернее, как что я незаменимая. Да, что я такая крутая вообще там барышня, что мои партнеры без меня никуда. А потом, как только ты это взлетел, тебя, значит, сразу вселенная, и тут же произошла, подсрачник мне дали, и таким образом я, так сказать, была удалена из бизнеса вот так вот просто. А почему так случилось? По какой причине? А эго на эго нашло. Ну, когда, знаешь, коса на камень находит, всегда побеждает тот, у кого больше возможностей, у кого на один патрон больше, да? Да. Понятно, что этот человек, ну, когда мне поставили перед фактом, я начала бороться, конечно же, под место под солнцем, сказать, как это так? Меня так из бизнеса нельзя убирать, то есть давайте как-то там разбираться. А вот мне сказали, нас трое, ты одна. И, дорогая, завтра мы тебе такую репутацию сделаем, что ты вообще в этом бизнесе будешь, так сказать, ноль. И мы сделаем так, что нам поверят, а тебе нет. Вот. Ну и все. И последняя фраза, которая мне, так, на пусте, сказал мой родственник, ты же умная, заработаешь. А я сказала, ну окей. И вы ушли с миром, не мстили никому? Я не мстила, потому что у меня смысл в этом. Вселенная, я точно знаю пословицу, которая таки работает. Если быть терпеливой и сидеть на берегу, то можешь дождаться проплывающий труп врага. Вот. Поэтому я видела проплывающих людей, которых жизнь очень сильно лопанула, и они сбитые летчики. И, кстати, в чем прикол? Чем выше ты поднимаешься, и если ты вовремя не переболеешь этой болезнью, вот я переболела, кстати, переболела именно в тот возраст, который обычно происходит. Это в возрасте 30 лет. 30 лет мы такие, вау, все. Ну вот я даже вот смотрю на Портнягина, на того же, смотрю на пацанов 30-летних, которые там рвет их. Это вот этот момент называется болезнь роста. Вот в этой болезни роста важно не потерять голову. Если ты ее не приведешь в порядок, а ты будешь лететь дальше, ну то есть тебя вот это будет как шар раздувать, то вот чем дальше ты улетишь, тем больнее будет падать. Поэтому в этот момент вселенная мне помогла руками моих партнеров, дала мне по шапке вот эта звездная пыль. Тынь-тынь-тынь. И потом мне сказали, ну раз ты такая крутая, мне же сказали, ты же умная, заработаешь. Я такая подумала, в принципе, да. Я ж в этот Киев приехала, меня ж никто здесь не знал вообще, меня ж никто за ручку не привел. Да, то есть я сама пробивалась, я думала, если я тогда сделала, почему я сейчас не сделаю. И все получилось так, что я как птица феникс опять из пепла возродилась. Вы рады, что так случилось? Я даже благодарна. Это к лучшему. Я даже благодарна этим людям, потому что если бы этого не произошло, я бы не знаю, я потом бы, наверное, ну вот сейчас я наблюдаю. Есть там одна барышня, я недавно узнала. Вот она сильно далеко взлетела. Сильно далеко. А потом просто вот банально, когда ты взлетаешь далеко, ты уже перестаешь ощущать реальность, ты уже не видишь вокруг, что происходит. А потом эта реальность приходит и тебя скидывают. А когда ты оттуда слетел, с тобой никто не будет иметь дело. Вот. И поэтому, шума больше. У меня было шума меньше, потому что я понял, что мне этот шум не надо создавать. То есть я была мудрее. Я сказала, окей, берите, дарю. То есть я сделала покрасиво. Сказала, я вам дарю. То есть мне-то ваших подачек не надо. Мне там типа предложили какую-то откупные. Ну это смешные совершенно деньги, не те, которые я туда вложила. Вот. Я сказала, дарю. Причем в шампанском, в ресторане. А вы ушли с нулем или все-таки с какими-то деньгами и капиталом? С нулем. Полностью с нулем. Вообще. Это какой был год? Это был 2000... Сейчас скажу. 2000... 2000 год. 2001, по-моему, вот так вот. А если вернуться, например, месяц обратно, сколько зарабатывали в месяц? В смысле туда? Да, обратно. Нет. Вот в 2000 году сколько зарабатывали? Ой, много. В тот момент я зарабатывала на своих десяти процентах. У вас был 10 процентов от сети ресторанов или от ресторанов? Нет, был один ресторан. А, один ресторан только был? Да. Десять процентов я зарабатывала тогда от пяти до семи тысяч долларов в месяц. Это большие деньги. Ну это в общем, в девяностые годы, конечно. Я купила квартиру себе там на Богдана Хмельницкого. У меня же квартира была там. И что было потом? Вы ушли? Куда сразу? Я ушла. Депрессия была или нет? Какое было состояние? Ну, депрессия, ну как если назвать это депрессией, это было больше такое опустошение, обнуление, потому что это было отрезвление, что ли, знаешь, когда вот ты понимаешь, что вот оно. Ну, два-три дня я там поплакала, полежала дома на диване и смотрела в потолок и плакала. Ну, потом встала. Но хотелось отомстить? Ну, я не верю, 30-летняя девочка по-любому хочет. Нет, я, ну как, я понимала, что я могу чем отомстить? Ну, во-первых, я могу рассказать правду об этих людях. Я написала книгу «Дневник ресторатора» и все это описала в этой книжке. Кстати, все почитали, себя там узнали, вот. Промолчали? Не, они возмущались, но не мне, а возмущались в своих кулуарах, потом мне об этом рассказывали. Ну, если назвать это местью, может быть, это была такая вот для меня. Второе, я просто-напросто для меня эти люди умерли. Ну, то есть я их вычеркнула из своей жизни. И периодически, когда я встречаю, мне становится некоторых жалко, вот прям вот жалко, потому что они пыжутся, они пытаются, а их лупануло прилично. Ну, то есть они как раз вот, все, что было со мной, произошло с ними, но только на очень высокой высоте. На разном этапе жизни с нами это происходит со всеми. Просто у каждого свои деньги, да, там, у каждого свои размеры. Это потому что мы забываемся? Опыт слегка? Нет, происходит падение вот этих. А, ну, падение. Звездная болезнь. Звездная болезнь, я же говорю, что это... Ну, ладно, мы забываемся, я понимаю, как, как, как трезвым оставаться, как контролировать? Просто надо изучать матчасть. Надо учить азы психологии бизнеса, которые прописаны уже давно мудрейшими людьми. Вот, например, есть в интернете, можешь найти, очень рекомендую почитать Ицхака Агизаса, который написал этапы бизнеса, вот, и он написывает там, по-моему, 9 или 10 этапов бизнеса, которые все проходят. И если этого не знать, то, конечно, можно уступать на эти грабли. Поэтому вот это, она там и называется, болезнь роста бизнеса, когда человек считает, что он уже на гребне, и он теряет вообще связь с реальностью. Однажды я прочитала это, и у меня все пазлы сложились. Я четко отслеживаю, потому что сама прожила этот опыт. Я уже сейчас просто вижу других людей, которые стоят на пороге вот этих всех этапов. Знаешь, как есть такая фраза «предупрежден, вооружен». Вот это очень важно. Важно учиться. Просто люди, которые достигают чего-то, они перестают учиться. Вот в чем проблема. Они становятся учителями, но при этом они всегда должны быть учениками. И вот, когда вы теряете эту связь, вы превращаетесь только в учителя, все. Вот тут наступает деградация. Потому что учитель может быть всегда на гребне, если он всегда и ученик одновременно. Значит, он кому-то передает знания, но при этом цепляет новые. Он постоянно что-то обновляет, делает апгрейд своих знаний. Он все время держит руку на пульсе. Именно эти люди непотопляемые. В политику зачем и шли? Я? Нет, я в политику не шла. Вы баллотировались депутаты. А, это был experience? Короче, сейчас расскажу. Мне уже когда-то 25-й человек мне сказал, почему ты не идешь в политику и так далее, а я в какой-то момент, вот знаете, вот это на гребни когда была такая вот это с майданом когда произошло и получилась такая гражданская такая пошла значит штука я такая думала надо мне свое как-то внести лепто я думала ну я не хочу идти в большую политику я хочу пойти вот в местные так сказать органы власти для того чтобы навести порядок на места а поскольку я долгое время жила на борщеговке там 9 лет и многих там знаю когда я туда пришла в этот дом где я жила во двор я встретила всех там своих соседей в общем было интересно встретила активную молодежь которая появилась надежда да и они вцепились так и я так подумала ну а почему нет и мне начали активно все помогают там молодежный актив там мальчик стать очень неплохой который там тоже в районе что-то делает и мы сегодняшний день с ним созваниваемся встречаемся а вот у него будет хороший политик потому что как бы он он себя там в этом видит такой честный если может быть политики честным конечно вот ну в общем я пошла я пошла я проработала такую интересную программу мне все обошлось 10 тысяч гривен вся моя предвыборная компания обошла здесь тысяч гривен это были печать там буклетов остальное все людской фактор люди не брали зарплату никакую делали музыканты у меня бы так далее вот в общем я я пошла по мажоритарке со мной бодались в этом районе пабот от кличка был человек какой-то в общем было такие достойные кандидаты из меня шансов было конечно там один из десяти ну я решила попробовать и последний день когда я выступала перед избирателями там в каком-то районе ну смысле в каждом там в домовом этом знаешь там дворике я возвращалась домой поздно вечера и ехал господи не надо меня выбирать пожалуйста не выбери не выбирайте меня я допила эту чашу до до конца но я поняла что это вообще не моё почему не моё люди не готовы люди думают что кто-то придет волшебник в золобом вертолете и все под них порешает нихрена люди не хотят ничего сами не делать но смешно и дальше там я стою во дворе на двор за такой засраны и дальше если люди говорят вот нам нужны детские нам нужно вот это вот это и скажу люди вы тут живете жить у хам не вы уберите за собой уже будет чистенько же травка появится вы хотите что-то сделать руки ножки я жила в военном городке мы я знаю папа и соседи наши брали там пилы покупали материал и делали нам детские площадки качели нам делали мамы высаживали цветы не было никакого мифического мистер жек который приходил и все решал да и когда мне люди говорят вы нам должны когда я нахер ничего не должна и так и сказать что что я последний вечер сказал им все что я не думаю искал и делал ничего не должна вообще и никто вас не выбрал не четыре с половиной тысячи людей за меня проголосовали в этом а нужно было сколько нужно было набрать 12 тысяч они 12 там ну порог этот был три процента помыли сколько-то нам вот а нам если учитывать что в этом месте живет 46 или что такое тысяч я как бы насобирала там полтора процента ну вы часто говорите что хотите стать мэром киев говорили говорила говори то это же было все в этот период все это все было бы не ходить нет я я бы я бы хотела стать мэром но какого-нибудь маленького города не киева за киев всегда будет битва и всегда будет очень грязная битва а я хочу быть ну я бы хотела стать мэром какого-то маленького поселка для того чтобы просто ну больше больше как чем меньше вот модель и надо вначале как бы отработать на маленьком ну смотрите это такая романтическая какая-то мечта или там хотелка но есть же депутаты которые не будут давать вам жизнь это все грязно но уже это понимает но у меня сейчас опять преследуют в принципе я может быть и пойду депутатом к себе в этот в гастомель все-таки все равно тянет туда меня не тянет но я живу в этом месте я должна ну я поняла для себя одно что депутатом должен быть человек который живет в этом месте который будет смотреть в глаза тем людям которые живут по соседству если ты что-то сказал и не сделал ну извини меня тебе буду так идти и не удивить их кто-нибудь плюнет в лицо скажет брехун на тебя вы можете сказать что человек убивал людей резал не варивал ну подожди стоп бандиты так то человек делает нет есть убийца это тот убивает а бандит а бандит это ну-ка это опять же условное понимание давай вот отжимает деньги у людей окей для кого-то от смотри вот у меня был учитель такой буддийский монах майкл руш и когда он сказал мне правило пустоты я не навешиваю на людей ярлыки ты сейчас пытаешься определить бандит это очень плоское понятие для людей бывателя вообще на самом деле кто такой бандит вот есть правило пустоты условно говоря там вот ну ручка лежит ручка на столе я тебя спрашиваю для чего списать сейчас собака придет я помаху помаша буду махать и ручка на подумать палка так это ручка или палка а теперь если эту ручку оставлю на столе и мы и ты уйдешь собака уйдет ручка превратится в пустоту она станет палкой или ручкой в зависимость того зайдешь ты будет палка зайдет ручка зайдет собака будет пах так вот и с людьми для кого-то бандит отличный муж и он не может быть бандитом для нее он для кого-то он отличный отец а для кого-то с кем он соприкасаться он бандит так он бандит или он хорошая дайте определение слова бандит нет вашего понимания мое ну мое понимание плоская опять же не мое понимание а плоское понимание обывателя бандит это который человек делает что-то условно говоря неправильно при этом используя определенную форму насилия то есть либо это отбор до либо отжимают потому что бандитизм может быть на уровне государства да просто тебя там приходишь она уже не твое минюс например да поменял законы и теперь все ты можешь вообще сидеть в доме а потом тебе придет вася постучится скажет вот товарищ хозяин дома уже я это бандитизм при этом государство это какое-то некое мистическое да там какое-то создание поэтому все достаточно относительно я бы так не уходила в круге у вас были романы с такими людьми с кем романы с такими людьми были они же здравствуйте ваша тетя все девчонки влюбляются в бандитов потому что они не такие как все я всегда мне всегда мне всегда нравятся люди не такие как все не обязательно это может быть бандит это может быть человек который вообще не от мира сего или это человек который мыслит не так как с другим а почему до замужества не доходит с такими людьми почему я знаю многие браки которые например вашем случае почему нет у не предлагали я не согласилась почему потому что я понимала что я не готова жить такой жизнью знаешь как это как жена разведчиков вернется не вернется поэтому мне как вы эти качели абсолютно не нужны были тут мне хотелось нормальное понимание куда человек движется потому что я знала истории когда человек уходил не возвращался находили его там через несколько лет в лесу закопан поэтому мне такие перспективы абсолютно не поэтому я была трезвомыслищая девочка я позволяла себе увлекаться но не настолько чтобы прям терять голову поэтому с этими людьми я потом выстраивала дружеские отношения что собственно хорошо сыграла в моей уже взрослой жизни когда я встретил этих людей в будущее там статусе политиков или каких-то серьезных бизнесменов они хорошо отзывались обо мне то что тогда у нас все было очень хорошо мы хорошо расстались это плюс да вы вспомнили о портнягине какие чувства у вас вызывают молодой человек дима у меня вызывает очень хорошие позитивные чувства вначале у меня было ну ощущение что это что-то за уши притянуто и так далее так далее но я всегда люблю соприкасаться с человеком живьем даже если я сижу рядом наблюдаю я считываю тело и я наблюдала за димой ну он хороший парень и он проживает свой этап взросления вот я говорила этапы взросления это болезнь роста он сейчас находится в самом пике вот но я верю в то что дима действительно со временем адаптируется в этой ситуации да он немножко к этому привыкнет и он просто начнет дальше двигаться у него будет следующий виток и я наблюдаю за ним но поскольку подписано на него там и вижу его там и в инстаграме и фейсбуке меньше в ютюбе то могу сказать ну не знаю мне кажется что мы увидим действительно рождение новой формации российских бизнесменов которые зарабатывают большие деньги красиво живут но при этом они развиваются и нет мне бы очень не был хочу очень хотел чтобы он сделал то о чем он пообещал в своей книге создать школы для детей для подростков до которые могли бы получать какие-то качественные знания от менторов и если он это сделает я буду аплодировать стоя и имею что-то подсказывает что он это сделает все таки знаешь почему потому что он провинциал люди которые не коренные москвичи добиваются жизни большего и они кстати у них были этапы когда им по шапке то били когда у него то был этот этап он уехал из какого-то там благовещенска приехал в китай заработал деньги вернулся благовещен стал первым парнем на деревне да и понял что ему мало потом он закинул на москву москва не это город очень сложно я его понимаю я жила в москве два-три года и я не смогла там я сказала ребята досвидос а он смог вот главное чтобы вот это не засосало но поскольку он выходит опять за рамки россии он движется в европу то у него есть все шансы не заболеть вот этой вот болезнью то что многие россияне болеют и меду олигархи какие-то ну там не олигархи люди которые вращаются вот в этой тусовке поэтому он двигается дальше это это ему подсказывает чувство самосохранения поэтому я портнягина верю и мне очень неприятно но это просто такая категория людей которым надо обязательно что-то обосрать вот обязательно надо что-то искать и на эту по этому поводу таком есть появляется много людей которые там разбирают видео партнягина как-то случайно наткнулась на одного украинского какого-то парня который ехал в машине и рассуждал на тему портнягина вот для меня это вот я считаю что это такая это не 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 делай чести этому молодому а вы были на бизнес концентрате когда черняк брал у него интервью да конечно какая маржа и мне очень понравилось как он как дима отвечал как дима отвечал он вел себя очень интеллигентно вот вы знаете я сидела рядом я сидела практически первом ряду и я видела реакцию димы и его мимику это было круто многие не считали это все посчитали что как бы его партнягин замочил да неправда ой партнягин черняк хотя на самом деле женька влюбился в него вот евгений черняк по ходу пьеса была видна стужение влюбился в партнягина это что они станут друзьями и даже не сомневаюсь в этом потому что именно евгению евгению было у евгения нету тех качеств которых есть у димы иди и евгений на него смотрел он смотрел таким взглядом вот он бы хотел чтобы у него сын такой был а я знаю сына евгения черника тоже хороший парень кстати но мне кажется что в этот момент уже не были отцовские чувства он с каким-то таким вот вот это надо было видеть близко не знаю камера это передала или нет скорее всего нет но мне понравилось это интервью в этом интервью я увидела евгения другим и в этом интервью я увидела партнягина его абсолютно человеческие нормальные реакции когда его все время про деньги а он не хочет про это поговорить ну как бы ну ему хочется а и что мы другом поговорить не можем да . бы из какие-то вещи которые у черника программа такая она подразумевает об этом они только один да поэтому в этой программе просто он не ответил на банальный вопрос который волнует всю молодежь сколько денег да какая маржа его бизнес это нормальный еще никто не задумывался о том что это публичное выступление которое могут смотреть люди из того же бандитского и почему он не ответил что я не хочу отвечать на как он так и сказал не совсем нет он так и сказал сказал что маржу не занимается жена то есть она знает как бы она у не у меня финансовый директор он это сказал моя задача инвестировать дальше то есть она мне дает там типа свет берешь деньги инвестируешь я знаю что вы глубокий человек реально поэтому задам вам этот вопрос секс занимает в нашем нашей жизни много пространства секс да ну на самом деле много разве нет с гадами все меньше и меньше ну секс давайте так не секс как физическая какая-то процедура сексуальная энергия да мы же и любовь сюда можем да там отношения обнимашки перечислять но если так прям в кучу в кучу собрать почему не принято об этом говорить никогда почему почему как-то это так вот сторонница все этих разговоров в интервью везде ну я думаю что это связано первое наше постсоветское пространство что секса в стране не было ну помнишь да . все таки оттуда все я думаю что оттуда выросло поколение целое потом это поколение притрушивала своих детей дети немножко притрушены начали притрушивать своих детей да вот вот эти дети которые вот допустим василиса моя 10 лет или виталик им уже по барабану то есть они и живут в еще в другом мире да и на них очень сложно повлиять вот мы еще как бы это цепляем у нас кита и только смелые могут об этом заявлять по поводу сексуальности как таковой сексуальность от все-таки энергия есть сексапильность и сексуальность сексапильность это формы вот кашла девочка с красивой сисечкой попочкой там и так далее а сексуальность может прийти женщина которая далеко там за 50 и она быть сексуально душа в ней есть определенный шарм да есть какая-то энергия и ты понимаешь вот эта женщина мне кажется даже в 60 может быть это может быть и в сто лет для меня сексуальная женщина пример это оленя рифенштайль которая сто лет выглядела ах как сексуально она когда приходила все вокруг или это же пугачёва для меня она сексуально женщина с такой энергией она просто ходит и все оборачиваются понимаешь ну и такие вот игры мурашки по коже и такие женщины есть этот возраст вообще не играет никакой роли поэтому сексуальность ее не надо стесняться раз вторую сексуальность она присутствует только тем людям которые идут уверенно смело по жизни вы говорите своими детьми об этом да ну старшая дочь у меня просто ходячая сексуальность какая-то я просто ну в ней вижу такое она мне в америке правда живет сейчас ну старшая дочь взрослая девочка 30 лет да ну а вот сыном например сыну 16 сыну в сексуальной своем сыне я вижу в его умение спокойно смотреть на вещи в нем есть какая-то мужская такая штука вот вот честно мне даже барышней моему было десять лет он однажды участвовал в показе ну там была спортивная тема типа же дети футболистов и сын сидел просто сидел ждал когда там по подиуму идти он вышел на подиум прошелся а рядом сидели бабы сказали чей-то ребенок чей-то ребенок посмотри сколько в нем мужского он просто шел и не выпендривался он стал посмотрел на всех развернулся ушел а девчонки уже сидели тут поймешь я такая сижу гордая мой больше какой вырастет мужик я просто вижу ему 16 лет я сама кайфую от него он когда едет со мной в машине на него поглядываю иногда я вот испытываю это удовольствие пришать не вот это идет очень такая вот сексуальная энергия наш которая ну вот ну вот она природно вот природно это ключевое слово младшая но это просто а сколько лет васились 10 10 лет и 16 мне сын говорит мама писали что она будет когда вырастет она будет учить творить с мужчинами которые будут рядом с ней я говорю я не представляю посмотрим чем представлять мы это все увидим с чем связано что вы так мало говорите о детях в интервью вот вы говорите обо всем но не но как-то одеть они за вами задают эти вопросы правильного первых про детей мало кто задает вопросы так если честно во вторых я своих детей никогда не таскаю побыли по публичным мероприятиям когда они у меня категорически отказываются одно время я взяла виталика это был стресс для него потому что за ним весь время камеры ходили он бегал прятался и сказал я больше никогда в жизни меня больше не берите на подобные мероприятия василиса тоже сама на два раз сорвала показ ну то есть ее брали как модель решили платье она приходила одевала платье того я никуда не пойду снимала платье отдавала даже платье не надо было год я не пойду по подиуму это было два раза искала больше нас не приглашайте пожалуйста ну то есть вот ну меня дочь не хочет ей это не надо варсен играет футбол профессионально он пока не профессионально он пока молодой 16 лет за него договариваются где-то или он реально сам талант он сам играет вы считаете он талантливый я вообще считаю что все дети талантливые не только мои но конкретно футболе ваш сын талант не знаю это надо у папы спросите но мне кажется что я вообще изначально как бы сыну говорила о том что футбол это временное явление тебе важно в жизни соединить эти два две вещи футбола и твое саморазвитие может это будет там ты станешь хорошим профессиональным селектором который будет отбирать футболистов может и станешь классным агентом для футболистов до который такой менеджеру до тучи которые ну как бы двигает этого футболиста вот может им хасанишь классным президентом управляющим футбольного клуба то есть ты должен соединить эти две вещи а футболу тис у тебя пойдет в этом там вперед но как бы это не является самоцелью и слава богу он в этом ключе так и двигается у вас был серьезный разговор своим сыном вот прям серьезный серьезный был серьезный разговор с сыном когда однажды мы ехали в машине прозвучала такая фраза которая точно не его притянутая с другого огорода и мне пришлось очень жестко но спокойно объяснить некоторые вещи взрослые для того чтобы он понял и потом я по этому поводу очень сильно переживала если честно что это было с моей стороны очень такой прям такой вот я никогда дает ну практически так никогда с ним не разговаривал поэтому для него это был такой легкий стресс я подумала что может быть я перегнула палку а потом я узнала информацию говорит про маму несколько лет слушайте маргарита о чем по этому поводу беспокоиться вы в него нам было он везде про вас говорить этого моя мама если она сказала значит она знает и моя мама то есть он себе это моя мама и это моя мама звучит очень гордо я конечно крылья растут я иногда думаю может быть я но мне кажется что а была та же ситуация еду я так что-то меня прям так накрыла а он был где-то на сборах не некие и я вам пишу сообщение сын я тебя очень люблю он мне отвечает мама что-то случилось пишу нет я просто тебя люблю мне пишет мам я это знаю что до случилось где все нормально я тебя люблю он говорит все окей вот мой вопрос следующий я хотел задать часто вы говорите что любите свои детей сколько раз в день сколько раз в день да блин у нас есть правило дай руку вот так вот три раза раз два три я тебя люблю класс этот жест и вот когда я еду в машине я беру так сына я утра зажимаю или дочку или когда я не могу это сказать например когда люди сидят или когда она волнуется я вот так делала у нас такой позывной я кстати вот ритуальчик до сюда я просто всем взрослым рекомендую ввести это уже не всегда можно словами да там иногда слова даже помешает может быть да а когда ты вот так ему сжимаешь на прям ну там сын перед игрой там едет обре волнуется да там они играли в финале вышла их команда да и вот я его отвожу я говорю сына и так выберу за руку да то есть я в тебя верю вперед вот поэтому говорить одно нужно поступками показывать что вы любите своих детей потому что если вы что-то пообещали не сделали таким образом вы формируете у ребенка что обещание не надо сдерживать а есть зачем вы жалеете что они сделали с детьми пока они были маленькие может про какой-то за какое-то времяпровождение или какие-то слова не договорили им детстве у меня был период сыном один когда но он такой как мальчики все неуемные я помню я его шлепнула и я вот я это помню недавно его вырос сын прости меня пожалуйста если я буду когда-то в детстве тебя там стукнула и так далее говорю мне безумно стыдно он как вам я не помню я буду мне прощаешь он да я тебя проще вот ну как бы знаешь вот есть вещи которые за которые стыдно потому что я считаю что вообще поднимать руку на ребенка даже если это шлепок там какой-то я считаю что это не достойно взрослого человека и поэтому для меня это такая вещь и однажды это произошло и поэтому я вот как бы по этому поводу но я просила попросила прощения мое поколение битое шлангами стиральной машины поэтому бушить ну конечно ну и всех моих одноклассников и друзей ну время было я как бы не сильно обижаться на родители большое время было такое вот я своим детям говорю мне оценки показывать не надо ну я вас буду любить и с двойкой понимаешь и стройка и мне даже ребенок сказал ирина водка игры василиса что у тебя там могут мама ты же сказала что ты меня любишь при любом случае мне просто интересно каком уровне у тебя знания сейчас просто так для себя вот поэтому детям нужно именно это говорить что вы их не любите потому что они что-то сделали а вы их любите потому что они вот просто потому что они есть и все какую жену выходить своему сыну а чую хочу мнение ну точно есть предпочтение я понимаю что нет я хочу не не смотри первое сын выберет женщину которая будет похожа на его маму поэтому я стараюсь быть для своего сына примером лучшие варианта женщины и когда я сам у сына когда-то спрашивала какая будет твоя жена поворачивать голову мам такая как ты поэтому в его жизнь придет женщинами поэтому сейчас он надел ему 16 лет его девочки ну как он мне нравится мне нравится все девчонки они все классные но говорит вот если девочка дать мне нравится бычки вот мы с недавно с ним кстати эту тему поднимали я группе девчонки тянут мам ведь миллеса девчонка чтобы она она была добрая но при этом чтобы она была смелая да она нужно написывать меня фактически бритон говорит что было не было бычка чтобы они было злой чтобы она не ругалась там матом знаешь там есть такие девочки которые она красивая год но потом она как-то как что-нибудь скажет говорит мне сразу раз к ней вся все пропадает там влечение вот а сейчас у них как раз пик пару советов молодым мамам как воспитывать детей примером быть понятно воспитывать никого не надо воспитывать нужно себя это раз поэтому если вы хотите что ваш сын встретил женщину достойную станьте достойным примером этой женщины и все точно так же в отношении отцов в отношении отцов и будущих зятей тоже самая история вы хотите чтобы ваша дочь выбрал правильную мужчину станьте таким мужчиной для нее и она выберет такого же мужчину очень все просто не книги ничего сложного в этом нет сложность есть в том что никто не хочет на собой работу какие у вас отношения с родителями прекрасно у меня прекрасное отношение с родителями стали в тот момент когда кстати когда я развилась и мне пришлось жить в доме родителей и когда я пришла в дом родителей я поняла что я не хочу ругаться с мамой я не хочу вообще никаких конфликтов доме которые были у меня до этого но мы же разбегались у каждого свой дом в домике разбежались и сидим там неделю не разговариваем с друг с другом я живу с родителями с 13 года это пять лет мы ни разу не поругались у нас были какие-то очень короткие вспышки это были на политической теме потому что моя мама такая совсем пара российская прошла слава богу у нас сейчас телевизор вырубился этот спутник она смотрит угрынский канал наконец-то как будто знаешь и и только из-за этого мы ругались и мы договорились что мы больше политику в доме не обсуждаем у нас как бы больше прецедентов для ссор нету плюс я за время жизни с родителем очень много поняла что родители наши их невозможно переделать они уже такие нужно их просто принять и не провоцировать какие-то вещи которые всегда вызывали ссоры какие-то принципиально допустим если мне что-то в доме не нравится я никого не упрекая беру исправляю если мне нравится что в комнате не не так прибрано как мне бы хотелось на я никому в этом не говорю в одну и тут типа развесили тут шмотки ваши там я беру и убираю ваша мама два раза тёщи как она в этом амплуа прекрасно она моя мама и дипломат настоящий она любит всех и она со всеми поддерживает отношения и кстати это было всегда так я даже когда была школьница у меня было несколько молодых людей с которыми встречалась она со всеми с ними поддерживала отношения потом когда перед замужеством не были молодые люди она со всеми с ними поддерживает отношения вот и с моим первым мужем и со щуком ну то есть со всеми она прекрасных отношений мама даже с моим отчимом женой дружит у нас вот и я считаю что это круто однажды вы сказали что мужчины мужчина должен уйти гордо и оставить своей женщине все квартиры дома машины я такое говорила точно точно в одном из интервью не но настоящий мужчина наверно так и должен поступать хотя мне кажется что ну прям совсем уходить без ничего могут только очень такие сильные уверенные в себе мужчины а их процент очень минимальный поэтому если говорить о среднестатистичном мужчине наверное все таки должно быть какая-то золотая середина в которой бы всем было комфортно почему это важно делать это важно делать даже самому мужчине важнее потому что если он поступит нехорошо по отношению женщины вселенная она женского рода она его накажет вот так вот знаете мужчины чтобы были богатстве вам нужно чтобы ваши женщины были счастливы вот так это фамилия все-таки прозвучало в интервью не от меня от вас супер-супер достала уже все эти интервью с вами это ну только про ващука разговор ну конечно же интересует ну-ка ну это же ну уже уже некрасиво как-то про это говорить мне кажется как-то банально один вопрос вот один вот я чисто по-мужски не верю что человек оставил вам долг 150 тысяч долларов что-что что человек оставил вам долг 150 тысяч долларов ну так не бывает ну вот прям взял пошел и оставил то есть были же какие-то видно расклады какие-то причины почему именно вы должны это были оплатить ну вот эта ситуация была это был в залоге дом в котором сейчас живу я с родителями и мне надо было в этой ситуации был стол был не 150 а 100 тысяч вот и ну в этой ситуации мне пришлось выкручиваться но мы сошлись на том что он мне квартиру отдал который я продал я закрыла этот дом поэтому ну так это была вот такая это было его какое-то решение которое он посчитал что это выдержите обиду не именно за этот случай я не говорю вообще нет нет я с ващуком уже давно все упростила поблагодарила и тогда в одном из интервью вы сказали что можете еще много отдать своим мужьям бывшим мне так стало интересно что именно вы можете дать я могу дать да ну первому же я уже ничего не могу дать он нормально с этом в америке себя чувствует и прекрасно ладит с моей дочерью но мы же не о деньгах сейчас наверное не они и они про деньги я как раз когда я говорила это не про деньги это больше про ну я по сегодняшний день когда у меня кто-то что-то спрашивает допустим про футбольную тему там допустим я всегда говорю что возьмите влада пригласите ну потому что ну он он правильно он он в этой области он реально профи у него есть определенные качества человеческие которые мешают ему строить коммуникацию продуктивно результативно поэтому многие люди ну не хотят с ним там почему его там в динамо не не берут например да тоже вопрос а почему там он шел в эту в администра в этот федерацию тоже там да он не прошел а вот у него есть определенные такой черты характера которые мешают да нужно где-то быть ну более таким лояльным а он может быть дерзким дерзость его возрасте она как-то накарается сразу же да вот поэтому а в целом у него потрясающее потенциал с точки зрения детского футбола почему я часто говорила дети детский футбол и когда мне кто-то говорит про детский футбол я сразу правосчук говорю вот ну вот у него есть тема а почему в украине от выбор авто почему почему в украине от футбола в целом во hidden что нет быть футбол почему они же сейчас там в лиге нации нормально выступают никому еще не проиграли В целом нет Сборная Украина Я не соглашусь Потому что мы же не в Италии Может быть и в Италии то же самое происходит Все так же сидят и говорят Что у нас там нет футбола в Италии Или в Германии Но мы же зарабатываем на уровне хорошем Если по заработкам футболистов брать всех стран Наши все события в Украине Так или иначе влияют и на спорт в том числе Плюс люди в Украине Это определенный психотип Которому надо вырастить Когда наши люди подрастут И футбол у нас будет другой И бизнес другой Нам нужно немножко Это не бывает такое Что футболисты А мы здесь такие все Высокоинтеллектуальные Мы одно общество И поэтому у нас и бизнес такой Как футбол И футбол такой как бизнес Поэтому когда оно все выровняется На уровне вот здесь Тогда и совершенно другое Качественное будет То что мы увидим И на футбольном поле И в бизнесе Вы замуж собираетесь? Да как-то оно у меня не очень В пятнадцатом году Вы говорили в интервью Что был молодой человек Который за вами сильно убивается Иностранец Да, было такое дело Где пропал? Да не пропал Но где-то там периодически возникает Но Не-не-не Я просто в тот момент Знаете, вот есть тоже периоды Когда женщина разводится И она попадает в такой трэш Всегда мечтаешь о каком-то принце Который Прискачет Тебе там Спасет Тебя там Поможет И так далее Это как бы такая первая иллюзия Это конечно же Путь такой Облегченный Вдруг появился такой Но я считаю это нечестно По отношению к принцу Потому что он вообще-то Встречает женщину Которую не хотел бы Разруливать ее там Отношения Вот И поэтому мудрый человек Он скажет Подождите до принца Мне надо вот разрулить Вот здесь Почиститься Перья почистить Для того, чтобы уже встретить человека И не грузить его Своими какими-то Прошлыми историями Это как бы так Но первое Конечно же У любой девочки Я не исключение Появлялась Такой думаю Вдруг кто-нибудь спасет Меня Вот это прилетит Вот Ни черта это не работает Хотя некоторым везет Да Они там Выпрыгивают Из одних отношений В других И потом как красный Переходящий в импел Прыгают По этим мужьям Потому что Они же с этим чемоданом Приходят Конечно Мужик в конце концов Ему надоедает Он уходит себе любовницу Да И в результате Ну короче Я таких историй знаю Вот И я для себя приняла решение Что отношения с мужчинами У меня будут Не привязаны Вот хорошо мне с этим мужчинам Вот сегодня хорошо А завтра я могу передумать Например А может быть месяц Мне будет хорошо Может быть мне будет полгода хорошо А потом я пойму Что это вообще чек не может А так и получается Вот Поэтому я не привязываюсь У меня абсолютно свободны В этом отношении От всяких там Мух тараканов Что типа Секс только после свадьбы Вот Поэтому я уже как бы В том возрасте Это можно сразу На первом свидании Если это обоюдное желание Опять же Здесь должно быть Желание Если его нет Какой смысл себя насиловать Поэтому я уже кайфую от жизни Я делаю только то Что мне хочется Если мне человек нравится Я ему прямо говорю Это конечно шокирует Многих мужчин На самом деле Ну и интригует В то же время Понимаешь Вот у меня сейчас Из последних таких флеров Это именно так и было А расскажите Как это роман Со стороны женщины Вот со стороны женщины Какие чувства Роман С младше себя парнем Там вот конкретно На много лет На 10 На 15 Это тоже такая история Вы же чувствуете себя Над ним Каким-то Прохождение Нет Вот как-то Ну не знаю Вот супер на вершине Он молодой Он еще Не понимает О чем там О взрослых Каких-то разговорах Вот как это Расскажите Как это Ну опять же Какие цели Когда ты видишь Перед собой Молодого человека То есть нужно Мы сейчас не говорим О меркантильных целях Мы говорим Действительно Вот понравилась женщина Парню Парень Женщине И так дальше Что-то произошло Значит Первое Это должно быть Все-таки обоюдно Да Ну само собой Я про этот случай Происходит Я могу рассказать Когда-то Когда у меня Впервые Это произошло Первое Что нужно Пройти этот стереотип Он же младше Меня на столько-то лет И начинается Вот это Нафиг мне это надо То есть первое У женщины Все-таки возникает Это в голове Правда Мне кажется Ну конечно Ну что Мужиков нет Ну я не знаю Ни одного Которого бы Он бы тогда И не подкатывал К этой девушке То есть он для себя Уже принял решение Страх пошел Он начинает Это решение Тебе каким-то образом Да Вот это все Вот это все А у женщины Она такая думает Он мне нравится Но Вот тут же Разум говорит Слушай У вас же разница Такая И вообще Какие перспективы И так далее И так далее То есть сидит такая Там накручивается А вторая говорит Слушай Так ну Один раз Можно попробовать Хотя бы Чтобы такая Типа галочка Пойдет Знаешь А другая говорит Зачем тебе это надо Там И ты 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 И вот этот Внутренний конфликт Двух вот этих Персон Происходит внутри И вот такая и побеждает Да А дальше Уже идет действие Так вот У меня этот период был И вот что интересно Самое главное У женщины Есть четыре Ну Ты знаешь Что-то Да У женщины Есть там Королева Любовница Хозяйка И девочка Вот Надо с мальчиком Вот с этим Включать девочку То есть включаешь девочку Слышишь Озорная какая Да Ну понятно Бантики себе не цепляешь Я уже не совсем буквально Но по энергетике Ты девочка И вот Если ты правильно Включаешь эту волну Этот мужчина Чувствует себя мужчиной И он тебе говорит Слушай Я не знаю Чувствую разницы Ты для меня Как какая-то девчонка Молодая Там Хохотушка Там и так далее Вот А Некоторых Молодых людей Заводят образ королевы Вот допустим Знаешь там Он на королеву повелся Значит Если он Вас включилась На королеву Значит Я надо быть королевой Там А вас боятся мужчины Как вы думаете? Ну некоторые боятся Слабые боятся Хотя они внешне Кажутся очень Крутыми пацанами С яйцами Я имею ввиду Какие-то такие Миллионеры Но когда они со мной Начинают общаться У них начинается Все Сейчас у мужчин Больше страхов Чем раньше Да Больше страхов Больше страхов Первое Потерять все Что нажито Не по сильным трудам И они по этому поводу Очень сильно напрягаются Потому что они боятся Что их перестанут любить Потому что до этого Они все покупали Никогда не выстраивали Соотношения Не боятся только Те мужчины Которые Выстраивают все Свои успехи На коммуникации С людьми Умение Ладить с людьми И поэтому все понимают Знаешь как От суммы И от тюрьмы Не избежишь Но ты должен понимать Если ты останешься Личностью Ты личностью Всегда заработаешь миллион У тебя заберут Ты все равно заработаешь Надо быть личностью Личность это Гармоничная Человек Который Он может В гармонии Быть С самим собой Один Ему не нужно окружение Ему не нужна охрана Этот человек Может постоять за себя Не физически Он может просто остановить Словоарно Посмотреть чеку В голову Сказать Слушай чувак Что тебе надо Тебе нужны мои часы Хочешь в тачку Забираем То есть Человек не будет Цепляться за материальное И он сможет Спокойно Сам себя защищать Вот я Хочу встретить Такого мужчину Женщина питает Энергией мужчины Женщины Ну женщины Конечно Есть вампиры Женщины Которые Это обычно Женщины Которые не удовлетворенные В первую очередь Собой Жизнью Конечно же Они вампирят Своих мужчин Не давая им Вот ту энергию Которую мужчина ждет От женщины Такие мужчины Всегда Ну У них Либо бизнес рушится Либо Здоровье Накрывается Медным тазом Вот Поэтому нужно Обращать на это Внимание Если у мужчины Это происходит Нужно посмотреть Какие у него Взаимоотношения Женщины Эта женщина Его потребляет Или женщина Все-таки Ему что-то дает Конечно же Взамен Мужчина Должен тоже Что-то Женщине Давать Мы Материальные Женщины Это важно Понимать Что материальность Женщины Это неплохо Женщина Она хочет Все Пощупать Женщине Очень важно Увидеть Так сказать Некие Скажем Вот эти дары Которые мужчина Ей дает У нас Это все Какое-то Перевертое То есть Если женщина Что-то Хочет от мужчины За счетом Меркантильное Да нет Ну женщина Она Она не то что хочет Но женщина такова Посмотрите на этих девочек Маленьких Ей же даришь игрушку Она такая Прям счастлива И ты кайфуешь От этого Так же и женщина Подарите женщине Там цветы И она будет счастлива А если еще Там после цветов Еще что-то придет Она вообще И если она Органичная женщина Она конечно Мужчине Еще в разы Больше отдаст Бабах пару миллионов Прилипло Да там цветы стоили Не знаю Там самые дорогие Цветы 100 баксов А ему миллион Свалился Потому что женщина Ему вернула Знаешь Эту энергию Почему сейчас Так много содержанок А потому что Ну их реально много Их очень много Во-первых Это Культура Масс-медиа Таким образом Формирует у девочек Такое представление Второе Отсутствие воспитания Матерей Настоящих Которые бы могли Своим дочерям Дочерям Сказать что Ты должна быть Самодостаточной Чтобы дать Мужчине что-то Да Таких умных Матерей Очень мало И это все Порождает Вот это поколение Вот этих девочек Плюс эти все сериалы Очень примитивные Простые На которых Подсажена Это молодежь Вот собственно Ответ на вопрос Но Дело в том Что Еще процветает Область Пластической хирургии Да Область Вот этих Конкурсов Красоты Которые формируют У девочек Определенные стандарты Красоты Под которые Они себя загоняют И если сейчас Посмотреть на молодых Девчонок Выстроить их У меня такое ощущение Что не все На одно лицо Одни губы Один нос Сиськи Одни же Ну в общем Короче Вот все заточены И вот эти вот все Селфи Ну в общем Все это Такая печальная история Мы перерастем это Мне кажется Уже не модно Есть такой фильм Вот буквально Он был в этом году Называется Ну про девушку полную Которая Ей внушили Что она красивая Да И она себя Начала по другому вести И все мужики Начинают все западать Вопрос не в формах Внутри Не в сексапильности Вопрос в сексуальность А сексуальность Это энергия Которую дает женщина Женщина может быть Маленького роста Женщина может быть Пухленькая Но за ней мужики Вот так вот Как эти крыски Под дудочку Помнишь Потому что от нее И прет С ней хочется быть рядом Проституцию нужно Легализировать в Украине Я вообще противник Любых форм Запретов Я бы не запрещала Я бы работала Больше над Причинно-следственной связью Я бы например Помогала бы этим девушкам Найти себя Может быть реабилитационные центры Какие-то Которые бы позволяли Этим девушкам Потому что Надо же задать вопрос Почему она стала такой Тоже этому есть объяснение Я общалась с девушками Которые Древнейшей профессии Они ходили ко мне в рестораны Кстати, где они не занимались Профессиональные дети Они приходили с детьми С мамами И у нас было запрещено Работать на моей территории Таким образом Мы договаривались Я к ним очень По-человечески Относилась Я вообще Не осуждаю этих девушек Я просто понимаю Что есть какая-то история Предшествующая этому Но в которой я Либо хочу Либо не хочу разбираться То есть Если этот человек Каким-то образом В мою жизнь интегрирован Мне придется С этим разбираться А если этот человек А встретила И пошла дальше Зачем мне погружаться Но не осуждать Конечно же Я была в обществе Были такие Когда мужчины приезжали Я знала, что это за девушки Я пыталась наоборот Понять их Говорить с ними Мне было интересно Что толкает девушек Некоторые даже получают От этого удовольствие Есть и такие В каких вы отношениях С задорожным? С задорожным нормальным Ну как? Это ваш друг? Это мой кум Вообще-то Ну кум и друг Это все-таки разное Другом он был когда-то Для меня Другом был Перестал быть? Перестал быть, да Потому что Была ситуация в жизни Когда я Потеряла друга В каком году это было? Это было Это было как раз Вот Та фраза Ты же умная Заработаешь Это же его фраза У нас часто в жизни Любая встреча Любое слово Предложение Может изменить жизнь Вот тот, кто в это верит Конечно, тот, кто не верит Лежит дома на диване Ну понятно, что так не произойдет У вас есть случай Который изменил вашу жизнь? Вот по-настоящему Вот перевернул ее просто Вот мой развод Перевернул меня вообще На 180 градусов То есть вы реально стали Свободным, счастливым человеком? Я, во-первых, изменилась Там Маргарита Сачкарь, которая была до развода Это совершенно другая женщина Я сейчас вообще другая И вот эта другая Мне безумно нравится Мне она Я просто кайфую Это супер Есть ли человек Который когда-то жил на этой планете С которым бы вы хотели встретиться? Конечно Лене Рифеншталь У меня мечтая поехать в Мюнхен Положить Я уже знаю, где она похоронена Положить ей цветы на могилу И я мечтаю встретиться с ее мужем Который жив Кстати, разница в возрасте У них была 40 лет Представляешь? Она его встретила Ей было 60 Ему было 20 Я еще девочка По сравнению с ней Это было еще до Пугачева и до Галкина Да Так у них у Галкиной меньше возраст У них там сколько? По-моему, 30 лет А какой вопрос вы бы задали ей? Если бы она была жива Если бы была возможность поговорить Я бы задала вопрос Что по-настоящему у нее было с Гитлером? Потому что я читала ее автобиографию Она об этом рассказала Но чего-то она недорассказала Но я многие вещи поняла Что она как могла С Гитлером выстраивала Дружеские отношения Но мне очень бы хотелось Как-то больше Чтобы она рассказала Об этом человеке Потому что она его видела Не так, как его видели другие Сталин принес больше пользы Или горя миру? Горе, конечно Ну, однозначно горе Потому что он был глубоко Закомплексованным человеком И несчастным Несчастные люди делают мир несчастным Поэтому По этой причине эти люди и страшны Люди несчастны Страшны тем Что когда они приходят к ресурсу Такие как власть Деньги и так далее Они творят очень страшные вещи В отношении других людей Но может быть по этой причине Это отрезвляет человечество Потому что эти люди Взращены этими людьми Люди этого не замечали В зародыше А когда оно развилось Уже таким То, конечно же Это Ну, опять Вот это То, что мы говорили Бьет по шапке Мы говорили про людей То же самое касается Государств Мира Ну, так нас так воспитывают Счастливые люди Боятся смерти? Нет Не боятся Потому что смерть Это Это перерождение Ну, что такое смерть? Смерть это Вторая жизнь Но просто в другом измерении И это мгновенно И потом Это не больно, я думаю Это не больно Ну, я Я просто к смерти отношусь Философски У меня нету Я знаю, что я уйду тогда Когда мне это предначертано То есть ты не можешь Почему осуждается самоубийство? Потому что ты прерываешь цепочку Ту, которая тебе предначертана Тебя все равно вернут Но в другом Еще хуже тебе дадут условия Поэтому нужно проживать эту жизнь И радоваться этой жизни И она закончится тогда Когда это все прописано Не от тебя это зависит Поэтому нужно относиться И когда мы теряем близких людей Мы должны просто понимать Что, наверное, это их был такой путь И нужно просто уже Просто этих людей там Хранить в памяти С благодарностью Но не оплакивая А только вспоминая Только хорошее об этом человеке После вашей смерти Что бы вы хотели услышать От сына? Какую фразу? Она была для меня примером Что такое счастье? Счастье – это состояние человека В котором он чувствует себя гармонично И не важно, где он Абсолютно не важно Вот у счастья Знаете, вот в счастье само заложено счастье С-ча-с-тье Здесь и сейчас Я сейчас здесь Юлия Тимошенко – счастливый человек? Сомнительно для меня Это Думаю, что нет Думаю, что нет Но я могла бы Если стать ее подругой Я помогла бы в этом Я просто знаю Я уверена в этом Я просто чувствую Чего ей не хватает Для того, чтобы быть счастливым человеком Ей просто нужно стать самой собой А она настолько Ну, ее политтехнологи Она сама Настолько сформировала Определенный вот этот вот Мне кажется, что политики должны снять с себя Вот эти все штуки И стать теми, кем они являются на самом деле И как только они вот примут себя такими Они найдут в этом огромное количество приятных вещей Потому что каждый человек, он индивидуален И у него есть что-то то, что восхищает в нем других Ты правильно сказал? Не казаться, а быть Да, да И не бояться быть человеком Вот я недавно, а мне один человек говорит Кстати Он мне говорит Слушай, ты настолько откровенно Даешь интервью Ты настолько это Тебе нельзя так Я говорю Кто сказал? Ну, а если мне хватает смелости об этом говорить? Конечно И я не чувствую себя после этого Как-то Ну, я такая Понимаете? Зачем мне рассказывать, что я там Извините, какаю цветочками Ну, не какаю я цветочками Как обычно Как и мы все, собственно Поэтому зачем Создавать вот этот образ стерильности Есть книга, которая изменила жизнь? Да Каменное лицо, черное сердце Советуете? Я прям рекомендую Я купила Я когда мне посоветовали эту книгу Я ее прочитала Я ее перечитываю раз в год Я купила 20 книг Раздарила всем знакомым Я ни разу Ни разу за это интервью Не посмотрел в свой телефон Вопросы Ни разу Мы общались просто свободно и хорошо И у меня сейчас такое шикарное душевное состояние Поэтому я хочу передать эту часть За лучший вопрос в ютубе, который зададут нам Я бы хотел, чтобы это был не просто подарок Как всегда А вот прям грандиозное что-то от вас Это не материальная вещь Это Может вы возьмете с собой куда-то человека На какое-то шикарное мероприятие Или что-то такое Подумайте, что бы вы могли подарить Какую-то девочку зарядить Я могу подарить свой блокнот В котором я выписываю Какие-то вещи, которые меня цепляли На том или ином этапе жизни Это Стихи Которые меня Ну Зацепили мою душу Это высказывания людей Которые Ну Мне показались неким таким Алгоритмом действий Это правила жизни известных людей Это все в блокнот Это супер Девчонки, это безумный подарок Это просто безумный подарок И этот подарок будет стоить очень дорого Потому что я уверен, что Маргарита Сичкар Это точно будет министр счастья Точно Чего я желаю Спасибо большое Это было очень крутое интервью Обнимашки Спасибо тебе Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому